Девушки отдыхают Творческого человека Что же это такое творчество? Творчество это процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности Или итог создания объективного нового Творчество направлено на решение проблем или удовлетворение потребностей Но основной критерий, отличающий творчество от изготовления или производства Это уникальность его результата Когда мозг творческого человека только лишь жаждет за что-нибудь взяться Происходит следующее Чтобы остановить этот мыслительный хаос Голова творческого человека должно посетить вдохновение И вот тут начинается слаженный мыслительный процесс Девушки отдыхают Готово. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Простите, упал. В процессе сознания мысли творческого человека сталкиваются с огромным количеством препятствий на своих пути. Например, зачастую возникают крайне бесполезные мысли, которые не приносят никакой пользы. Действительно, никакой. Иногда мысли могут быть отличены по непредвиденным обстоятельствам. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Например, когда в голову творческому человеку выверяется новая мысль. Ну, происходит это примерно так. Как только мысль была принята, она начинает воплощаться в реальность. Девушки отдыхают. Добрый вечер. Меня зовут Джеймс Дилен Хамьюнг. Мне 22 года. Я живу среди прекрасной жены и даты. Живем мы, я так говоря, небогато. Всего лишь на 20,5 недель. Но знаете, у нас было два цифровища, составляющих предмет нашей гордости. Одно, это мои золотые часы, предназначенные моему отцу и деду. Дешево ли даже сам царь Соломон позавидовал бы таким часам. Другое, это роскошные волосы, моих дедов. Перед которыми померкли бы все драгоценности самой царь Соломон. Эта история произошла в оконуне Рождества сочелья. Я кинулся искать подарок своей жене и вспомнил, что давно уже она приметила один набор гребней в одной из этих дверей. Два боковых, и один за один. Настоящий черепаховый греб с вкрапленными в рукоятку драгоценными камнями. И как раз по цвету штаммов волос. Гребней стоили дорого. Я не нашел другого выхода, продать свои часы. Я поспешил скорее домой, чтобы обрадовать свою жену. Я бежал по улице, чуть ли не расталкивая прохожих. Я сбежал, болезнь, санкрыл в двери. Гребней! 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 Так значит, твоих воск больше нет. Я достал из травана своего пальто сверкал, положил его на стол. Последовал крик восторга, тот же живой. Чисто по-женски свинившийся по тому, сверлся в стон. Ибо на столе лежал подзамый набор гребней. Гребни стоили дорого, и Телла знала это. Именно поэтому долгой мучительной сердце ее томилась в ожидании за владеть ими. Вот теперь они в длине лежат ей, но не было уже этих боссов. Которые бросили зеленый плеск. Через ту минуту она вскрипнула, как шпаренный котенок. И принесла мне на раскрытой ладони золотую цепочку. Казалось, что драгоценный металл заиграл в лучах ее искренней радости. Разве не прелесть Джим спасла на меня? Я весь город облегал, покуда она шла. И теперь ты можешь хоть по 100 раз на дню проверять, который час. Ну же, дай мне свои золотые часы. Я хочу посмотреть, как они были тут вместе. Вы знаете, ничего дорогого мы не потеряли. Ведь самое дорогое, что у нас было, есть и будет, это бесценная любовь друг к другу. Любовь и бедность, перед которыми не могут сравниться ни одни черепаховые гребни. Ни одни золотые цепочки с часами. Любовь, это та самая сила, которая делает тебя лучше. Так что, я сказал своей жене, давай пока спрячем наши подарки. Мне кажется, они сейчас для вас с лишним хороши. И это бывает, что мысли творческого человека приходят в упадок. И это приводит к творческому кризису. Творческий человек в этот период негативного эмоционального состояния может пристраститься к вредным привычкам. Например, начать молить. Если дальше наступает абсолютный ступок, то в двухнедельник человек может взаупотреблять ныричь из перенады в туре. Сдаешь в первом классе маленького принца-игратора. Мама Плакова. Жаль, в таком состоянии мысли попадают в сотрение. Рано или поздно творческий человек заставляет себя справиться со стрессом. Далее происходит очищение. При этом человек находится в состоянии некой опустошенности. Будто ветер гуляет, говорим. Который постепенно усиливается, сдувая пострадавшие от кризиса мыслей. Остается лишь то, что было порождено в этих детях. Мысли, которые способны жить в этом состоянии. Эти мысли заставляют человека задуматься о чем-то необычном и видеть странные, но достаточно интересные картинки. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 5, 6, 7, 8 Субтитры делал DimaTorzok 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 чтобы вновь ухватиться за геяльные миссии. В голове человек использует перед этим подобные фразы. Так, сейчас я вспомню. Он в голове крутится. Ну как его это? Звучит музыка. Эй! 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 Простите, забрепал. Начал я тогда. Творческий человек, крепко вцепившийся за мысль, которая приводит его в восторг, начинает воплощать свою идею в жизнь. Эта мысль открывает новые возможности. И началось! Это именно то, что искал творческий человек. То, что является результатом творческого процесса. В голове все начинает двигаться, перемещаться, выстраиваться по крупицам в ясную картинку, замысел которой творческий человек хотел представить взору человечества. второе мелочи°. Наконец-то! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...